Добрый день! Мы начинаем очередную передачу «Восточный дневник», которая теперь будет выходить каждую среду в 3 часа дня. И сегодня обсудим вот такую очень спорную, очень острую тему. Мы назвали её «Возвращение блудного Донбасса. Ужасы и реальность». Есть у нас в гостях Алексей Панич. Это философ, учёный, культуролог. И для меня ещё совершенно необычный человек, может быть, не только для меня, тем, что Алексей Панич родился в Одессе, жил в Донецке и работал в Донецке. Но в его биографии ещё есть такая необычная строка, я прошу прощения, вот такая необычная строка, что Алексей Панич успел поработать и шахтёром, и металлургом, и стать доктором наук. И всё в Донецке. Да. Таким образом, я думаю, что о мифах и реальности, касающейся именно жителей Донецка, знает, наверное, Алексей Панич всё. Вот об ужасах, пожалуй, не скажу, а какие-то мифы и какие-то реальности, наверное, да. У нас сегодня такой небольшой форс-мажор, во-первых, потому что у нас новое время, теперь мы в три часа выходим. Во-вторых, два гостя просто не успевают. Ещё будет в студии Николай Якубович, бывший советник секретаря РНБО, и тоже житель Донбасса бывший, житель Макеевки, сотник Майдана, волонтёр, боец АТО. И будет Татьяна Матиш, адвокат, правозащитник, которую вы хорошо знаете, и часто бывают у нас в студии. И вот такая тема. Будем говорить о Минских соглашениях. Если они реализуются в полной мере, чем это чревато для всей Украины? Как будет себя чувствовать Донбасс мятежный в составе Украины? Алексей Панич об этом, я уверена, знает. Если они будут реализованы в полной мере для Украины, это ничем не чревато. Я об этом говорил уже неоднократно. Очень мало шансов, что они будут реализованы в полной мере, к сожалению. Я когда-то на Пятом канале прошёлся по всем этим пунктам Минских соглашений. Там контактная группа утвердила план. Я напомню, как это формально выглядело. А три президента и канцлер в своей отдельной декларации этот план одобрили. Ну вот в этом плане есть несколько пунктов, которые людей страшно пугают. Ну, в общем, это накрутка во многом искусственная. Что пугает? Пугает, например, то, что там записаны свои отряды народной милиции местные. Так, извините, муниципальная милиция – это идея, которая не повредила бы всей Украине. Не только Донбасс. Другое дело в каком это контексте. Это же не значит, что вот нынешние власти, сепаратистские, московские марионетки, согласно этим соглашениям, имеют право на свою милицию. Нет, это сначала украинские центральные органы, местные представительства. Сначала возвращается на свое место СБУ, возвращается МВД, возвращается прокуратура. И потом уже под это дело еще местные органы власти принимают решение местной милиции, бога ради. В таком контексте не пугает. То же самое участие… Это не противоречит тому, что записано в Минских соглашениях, если читать их не выборочно, а целиком. Вот вы же просили, если полностью выполнить Минские соглашения, чем это опасно? Я говорю, если полностью – ничем. То же самое участие местных органов в назначении судей и прокуроров. Ах, как это страшно. А давайте подумаем о контексте. Во-первых, что такое участие? Никто же не прописывал в Минских соглашениях, какое это участие. А кто это должен прописывать? Украинский парламент, который пока этого не сделал. Вот напишет украинский парламент, что там предлагаются три кандидатуры, а местные органы власти из них выбирают одну, даже выдвигать не могут. Вот это участие, это участие. Можно и так повернуть, это не будет противоречить Минским соглашениям. Секундочку, а мы разве не выполняем их в одностороннем порядке, Минские соглашения? Отчасти да, но Минские соглашения с самого начала было понятно, что это временный компромисс, который нужен обеим сторонам по разным причинам. Даже не обеим, там было много сторон. Всем сторонам было нужно достичь какой-то точки баланса. И я весной предсказывал, как вижу, не ошибся, что игра ближе к концу года пойдет не за то, как выполнить Минские соглашения, а за то, кто будет виноват в том, что их не выполнили. С самого начала все шло к этому. Там были пункты очень неудобные. То есть вы рассматриваете Минские соглашения как только дипломатическую игру? Я правильно понимаю или нет? Ну, это основной вариант. Вы понимаете, в политике, как в шахматах, нельзя мыслить одним вариантом и говорить, вот если гроссмейстер сыграл так, то через пять ходов он точно сыграет вот так. Нужно считать варианты. Вариантов много. Но вот основной вариант для анализа в шахматной терминологии, это я брал вариант невыполнения Минских соглашений, дай бог, по вине России. Правильно ли я понимаю, что для Украины выгодно выполнять все неукоснительно и тем самым подставить нашего врага, агрессора, Россию под необходимость нарушить что-то и... Выполнять не все неукоснительно, а выполнять максимум, сколько можно выполнить в одностороннем порядке. А где этот максимум? А это определять будут между Киевом, Берлином, Парижем и Брюсселем. Вот как они определят, где максимум. То есть тут нам надо отстаивать свою позицию, но надо отстаивать свою позицию перед теми, без кого мы просто не выдержим чисто экономически. Дело же не в армии. То есть европейскими партнерами? Конечно, дело не в армии. Дело в том, что наша экономика на кислородной подушке. Мы сейчас живем на искусственном дыхании. Именно кислородная подушка, искусственное дыхание экономики вынуждает нас просто послушно идти за минскими соглашениями. Не то чтобы послушно, нет. Почему? Наш МИД огрызается. Это видно. Наш президент отстаивает свою позицию. То есть когда были шевеления, ну вот Россия не выполняет, ну вы выполните хоть вот это, шли очень напряженные, насколько я знаю, дипломатические переговоры за то, что можно сделать такого, чтобы наши западные партнеры уже сказали, да вот что могли, они сделали. Теперь ход за Россию. Западных партнеров, у них же честь поставлена на карту. Они это одобрили, эти соглашения. Если они теперь не будут выполнены, то для Меркеля, для Оланда станет очень интересный вопрос. А как сделать так, чтобы это не было их дипломатическим фиаском? То есть им нужно для своих избирателей, для своей внутренней политической жизни, им нужно железное основание сказать, ребята, мы сделали все, что могли. А вот по независимым от нас причинам это сорвалось. Но видит Бог, мы тут не виноваты. Значит, виноваты или Россия, или Украина. У них даже опасности никакой нет, что им это скажут. По-моему, абсолютно они всего добиваются, защищают свои интересы прекрасно. Любая избирательная компания скажет, и Мари Лепен скажет, и Саркази скажет Оланду, и кто только не скажет. И в Германии скажут. Там же за все будут цепляться, за что можно уцепиться. Любая слабость, она оборачивается силой противности. Чуть-чуть назад в нашем разговоре. То есть вы убеждены, что Петр Алексеевич, МИД и вообще украинская сторона абсолютно делают все правильно? Ну я думаю, что они костнилажации, что лучших игроков на этом фронте у нас нет. Геополитически они просто молодцы в своей, так сказать, стратегии. Я не могу сказать, что они не делают ошибок. Я же не сижу на переговорах. Я не вижу, кто бы сделал больше. Так, и не допускаете вы этот вариант, который описан в «Зеркале недели», что уже в тайне от народа ведутся переговоры и согласования. Что значит в тайне от народа? Ну так мы из «Зеркала недели»-то узнаем больше ниоткуда. А «Зеркало недели» откуда узнала? Из своих источников. Это я не знаю откуда. То есть «Зеркало недели» в тайне от народа узнала что-то, что происходит якобы в тайне от народа. «Зеркало недели» — это журналисты, это не должностное лицо, не официальное персонал. Я хочу просто уточнить, что «Зеркало недели» написала устами своего заморедактора, что уже ведутся переговоры, в которых МИД Украины согласовывает проведение на оккупированной территории местных выборов без разоружения боевиков и без границы под контролем Украины. Стоп, 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 стоп. Это уже передергивание. Да. Это наш с вами диалог на Фейсбуке, я его просто озвучу в эфире. МИД Украины согласовывает вопрос об обсуждении какого-то плана. Это не то же самое, что МИД Украины согласовывает реализацию такого-то плана. А обсуждает план? Ну, если план выдвинут каким-то должностным лицом ОБСЕ, то было бы невежливо его не обсудить. Но это же не факт, что согласовали сам план. Когда мы говорим «согласован план» вместо «согласованная процедура обсуждения плана», мы подменяем понятие и нагоняем искусственную истерию. Я могу предположить для себя, почему это делает «Зеркало недели», но это пусть остается на их совести. В любом случае это передергивание. Ничего за спиной народа не происходит такого страшного. Чтобы утешить патриотов Украины из Донбасса, к которым я имею отношение, давайте все-таки этот ужас обсудим. Давайте. Возвращение в политической плоскости. Господ Пушилин, Пургин, партия Захарчиков. Вы отрицаете, что это возможно? Я просто не вижу ни единой возможности, чтобы это произошло. Именно с этими господами. А вот обоснуйте, пожалуйста. Вот ими век персонально. Потому что они очень засветились в нарушениях разного рода украинских законов. То есть, с самого начала, когда говорили, мы простим, мы дадим амнистию, мы же хотим проявить по-европейски великодушие, это же не касается тех, кто совершал тяжкие преступления. Это с самого начала звучало красной нитью. А приказы, простите, они отдавали? Это тоже как-то отдавать. Мы не знаем, амнистия на какие статьи Уголовного кодекса будет. А вот это нужно спрашивать Верховную Раду, без которой этот вопрос не решается никак. То есть, прежде чем кричать «зрада, зрада», нужно подождать, что придет в парламент, а потом обратить взоры на наших патриотических парламентариев и сказать, вот ребята, вас 400, там сколько, 40 с чем-то человек, ну давайте проявляйте свой патриотизм. То есть, это же все ничего не решено и без парламента оно не пройдет. Вы полагаете, что это будет урегулировано дополнительными законами, например, об амнистии или о выборах на этих территориях? Возможно, но пока, опять же, пока кричать «зрада» — это беспредметное нагнетание истерии. Хорошо, а партия? Вот недавно была информация, что партия, созданная разными этими господами. Да, партия Пушилина. Да, это тоже была замечательная манипуляция с информацией, которых у нас много. Ну расскажите. Извините, «зрадогонных». То есть, на сайте ЦВК появилась информация о том, что вот есть такой перечень партий, которые изъявили желание участвовать в местных выборах. Я подчеркиваю, изъявили желание. Никто им еще разрешения не давал, никто их не регистрировал. Они просто проявили съезды, ранее зарегистрированные партии, и сказали, вот мы хотели бы. Боже, какая зрада! Партия Пушилина участвует в выборах, партии Пушилина разрешено участвовать в выборах. Тут несколько источников соревновались между собой в таких зарадогонных заголовках. Диву даешься, и голова кругом идет. А в основе простой факт. Они провели съезд, который им никто не мог запретить провести, и они высказали то, что пошло как официальная информация на ЦВК. Вот мы хотим. Не только. У всех лидеров, по крайней мере, я располагаю информацией по ДНР, есть своя партия. Сейчас активно туда загоняют, как партия регионов, загоняют местных жителей. Эти партии в Украине зарегистрированы или уже новые? Я понятия не имею, но думаю, что будут зарегистрированы. С этим разве есть проблема? Подождите, будут. Будут зарегистрированы в ДНР? До свидания. Будут зарегистрированы по законам Украины? Надо смотреть, кто и на каком основании. Опять же, а потом партия, партия, люди, людьми. Вы же не можете арестовать партию за незаконную деятельность. Можно только ее распустить, но для этого нужно доказать, что она нарушила закон. Как партия. А вот когда речь идет о Захарченках и Пушилиных, и Пургиных, тут совсем другая история. Это люди, за которыми лично стоят решения, подписи, команды, распоряжения. И так далее, и так далее. Это длинный шлейф. Если в этом шлейфе есть грубые нарушения закона, ну, вы понимаете, дайте нам только границу контролировать, и потом уже Путин может только с той стороны границы пальцем погрозить и сказать громко «ай-яй-яй», а наводить порядок в Донбассе он уже не сможет помешать. И тогда уже козыри на руках украинской власти. И она решает, кого простить, с кем примириться, а кого ни в коем случае не допускать. То есть тут будет выбор и инициатива на нашей стороне. Я знаю, есть зацепка в Минских соглашениях, где сказано контроль за границей после выборов. Да, вот я просто хотела спросить. После выборов, которые проходят по украинскому закону, во что сейчас и вцепилась украинская сторона. По украинскому закону это значит, все партии имеют доступ, все представители, пожалуйста, свободно. Вы себе представляете, что правый сектор сейчас прибыл в Донецк? Да я не представляю свободу там, я не представляю никого там. А без этого нельзя говорить о том, что эти законы проходят по украинскому законодательству. Нет, нет, ведь же идет о том, что будет особый закон, а вот когда он будет, мы его тут соберемся и будем обсуждать. Выбран на оккупированной территории. Это явно. Когда будет проект хотя бы такого закона, хотя бы в первое чтение он будет внесен, тогда будет что обсуждать и кричать там, есть зрады или нет зрады. Пока это просто гадание на кофейный гусь. Ну вот волков можно бояться. Хорошо, еще один ужас, который говорит нам о том, что реализация Минских соглашений не позволит нам надеяться на мир. Уф, в большом понимании этого слова. Ну да. А вы как думаете? Ну как же не позволит надеяться на мир, если это как раз попытка прописать трудное, но бескровное урегулирование. Оно не получается бескровным, но оно кровавое ровно настолько, насколько эти соглашения нарушаются. А вообще-то европейская культура, она в своих самых глубинных основаниях стоит на том, что дороже всего человеческие жизни. Пусть даже стерпится, слюбится, лишь бы не убивали. Здесь нам далеко, конечно. Но придется идти вот... Все-таки это человечнее, вы знаете, это гуманнее. Вот была конференция несколько месяцев назад в Институте философии о войне, о философии войны. Я там говорил о том, что идеи гуманизации войны, они в Западной Европе возникают, знаете, с XVIII века. Это серьезно. Когда пишет Генри Филдинг в своем романе «История Тома Джонсона и Деныша», что вот деревенская драка — это, конечно, смешно и нелепо, но неужели нельзя было бы армиям решать исход сражения так, как решают эти деревенские мужланы не по количеству искалеченных человеческих тел, а по количеству расквашенных носов? Это было бы гуманнее, это было бы человечнее. Да, но только не все с этим согласятся. Я понимаю, но это магистраль философии европейской политики. Еще один ужас. Он состоит в том, что амнистированные не успокоятся, а тем более они не все согласны с минскими соглашениями. Ну, кто не согласен, вольному воля за пределы Украины. Никто же держать не будет. Каким образом это будет возможно? А я не знаю, кто захочет, убежит, а кто не спрятался, выполняя украинские законы. Тут же есть же определенный рамп. Я согласна с тем, что вот это особое положение, я уже не говорю особый статус, вы, наверное, скажете, что особый статус, это не следует применять, такое слово, форму. Смотря что в него вкладывать. Вот еще один ужас, что особый статус или особые законы, вы уже не станете отрицать, что там для них принимаются особые законы, уже принят, плюс изменения в Конституции. в первом чтении, возможно, будет что-то еще принято. Пока из того, что принято, меня не пугает ничто. Я сказал, почему. Из того, что не принято и не написано, нам нечего обсуждать. Я поняла эту мысль. Так вот, значит, особый статус в том или ином виде его не избежать, согласитесь. Ну, какое-то время, да. Иначе, к чему бы были вообще все соглашения. Да, но это тоже я уже комментировал и говорил. Нет ничего вечного в законодательстве. Законодательство изменится, когда ситуация позволит его безболезненно изменить. То есть мы будем просто Конституцию менять, всякий раз менять, менять? Нет, мы сейчас добьемся разрядки и такого прочного урегулирования мирного с минимумом человеческих жертв, чтобы на Донбассе перестали стрелять, а потом будем рассасывать эту ситуацию так быстро, как это получается. Может быть, какие-то особенности Донбасса станут вообще повсеместными особенностями местного самоуправления в Украине. Вот этого мы и боимся. Почему? А чего тут бояться? Это же не федерализация. Это как инфекция, которая распространяется по стране. Нет, подождите. Я же сказал, муниципальная милиция. Что тут страшного? Ну как, в муниципальную эту милицию пойдут же те ребята, которые сейчас уже находятся в местной, так сказать, самообороне. Извините, а кто вам сказал, что туда не пойдет батальон Донбасс, который после возвращения контроля нашего за границей вернется в Освоясь? То есть вы хотите сказать, что там так прописано, что это исключить нельзя? Абсолютно. Ну представьте себе. То есть каждый терактует, как считается. Возвращаются все наши силовые структуры на место. Возвращаются депутаты горсовета. Или проходят новые выборы там в горсовет Донецка. Но боевики этого не позволят. Так боевики, пока там боевики с автоматами ходят. И не только боевики, политическая. Так президент же наш сказал, пока там ходят боевики с автоматами, о каких выборах по украинскому закону вообще может идти речь? То есть по вашему мнению? На сегодняшний день это исключено. По вашей версии, местные выборы не состоятся на оккупированной территории до тех пор, пока там фактически не вернется Украина. Это не по моей версии. Это по сегодняшней позиции президента Украины, как я ее понимаю. И я думаю, что если он ее изменит, то только в силу непреодолимых трудностей, с которыми мы можем столкнуться в военном и даже скорее в экономическом плане. То есть у человека на стол ложатся сводки службы безопасности Украины, службы внешней разведки, экономические сводки каждый день. Это и президент единственный человек в стране, у которого под микроскопом вся ситуация. Он максимально компетентен для принятия решений под должности, не потому что он такой умный, потому что он обязан знать максимум. Мы с вами не знаем и сотой доли. Поэтому можем только гадать, если где-то мы отступили, значит пришлось. Будем оптимистами. У нас Алексей Панич дает для этого просто все основания. Но тогда еще возникает один вопрос. Вы абсолютно доверяете Петру Алексеевичу? Нет, не абсолютно доверяю Петру Алексеевичу. Я скажу так, что у меня два основания полагаться на Петра Алексеевича, не доверяя ему абсолютно. Первое основание. У нас в Украине считанные единицы менеджеров такого уровня компетентности, в чем я был свидетель лично в одной ситуации во Франции. Это раз. И второе, стратегически его интересы совпадают с интересами европейского курса Украины. И он это доказывал в ситуации, когда он очень многим рисковал, и было совершенно непонятно, победит или не победит. Вот то, что из всех украинских олигархов на сцене Майдана после нашей троицы политической куля вогнегасники Трэндита, я их тогда называли, я ценю Кличко и Тегнебок, появлялся Петр Алексеевич. И он единственный был из своего социального круга, вот там вот на Майдане, представленный на сцене. Это смелость надо иметь, это гражданская позиция. Он очень многим рисковал. Если бы Майдан смяли, то от его бизнеса могло бы остаться, извините, рожки до ножки. Вы знаете, как Янукович умеет ломать. Ну, а получилось по-другому. Получилось по-другому, и его бизнес процветает. Ну, это бонус, который он получил за риск. Но я-то о другом. Я говорю о том, что его политические убеждения, они реально в сторону Запада, настолько, насколько это возможно для украинского олигарха. Я вообще не вижу для этого оснований, потому что его бизнес, он сосредоточен в России как раз, а не там. Ну, нет, в России. Господь с вами, какой бизнес в России? Севастопольский завод давно отобрали. Липецкая фабрика то ли работает, то ли не работает, но ее и продать невозможно, кто ее купит за две копейки. Сейчас, то есть, это ситуация, когда вот ухватили маленький кусочек России, и она не дает ничего сделать ни с этим пакетом, ни с этой конкретной фабрикой. То есть, это вот так увязло. Но, извините, Порошенко – это сельское хозяйство, это же не только кондитерские фабрики. А сельское хозяйство смотрит, она всегда смотрела на Запад и на мировые рынки. Сельскому хозяйству Россия не нужна, по большому счету. Сельскохозяйственное лобби магнатов у нас всегда было проевропейскими, не только Петр Алексеевич Порошенко. То есть, его экономические интересы там, ему нужны эти правила игры, не российские, не путинские. Он будет, в чем-то они ему дискомфортны, но они ему менее дискомфортны, как олигарху, чем то, что предлагает Россия. Кроме того, он все-таки блестящий политик с западным образованием. Он не просто говорит по-английски, а он великолепно говорит по-английски. Ну, вот этим же он нас и многих своих сторонников ввел в заблуждение. Какое заблуждение? Ну, тех, кто немножко разочарован, то ввел в заблуждение. Есть же разочарованный. Не все так оптимистично смотрят на эти процессы. Я хотела все-таки еще один вопрос, скандальный задать, пользуясь присутствием Алексея Панича. Я вставлю пять копеек. Да, сейчас. К нам присоединилась Татьяна Матиш, наш адвокат, Донецкий. Правозащитник, который иногда, правда, выступает как радикал. Да. Большой сторонник Украины и патриот. И я думаю, почему-то подозреваю, не большой сторонник реализации минских соглашений. Я противник реализации минских соглашений. Более того, я не верю. Ух ты. Я не верю в возможности их реализации. Я тоже. Чисто с экономической точки зрения я в это не верю. Я тоже. Потому что пока выгодно торговать, пока идет торговля, пока на этом зарабатывают миллиарды. Вы же поймите, что для многих людей война – это бизнес. Ну да. И пока там зарабатывают миллиарды по обе стороны, пока будет идти война. Она может и пять, и десять лет идти с экономической точки зрения. На мире больше зарабатывали всегда, чем на войне. Ну, на сегодняшний день определенные люди зарабатывают как раз лучше на войне у них, получается, чем на мире. Секунду. Но я не буду называть персонали. Кто зарабатывает на войне больше, чем на мире? Мне интересно. Я не буду называть персонали. Я думаю, что очень много и Татьяна писала о людях, которые были ни о чем. А вы назовите какие-нибудь борцы с контрабандой. Извините, контрабанда – это мелкая сушка. Нет. Магнаты, которые держали Донецкий регион, у них сейчас разрушена промышленная база, разрушена кадровая база, разрушена инфраструктура. Все, во что они вкладывались, им не дает 20-й доли прибыли, которую они хотели получить. А торгаши, которые возят фуры с едой или с чем-то еще, это мелочь с точки зрения экономики Украины, не заслуживающая внимания, не имеющая политического веса. Олигархи украинские, они скорее поддерживают Минские соглашения, мир любой ценой и будут… Ну, не любой ценой, это опять слишком выторопитесь. Нет, никто не сказал мир любой ценой. Никто не сказал Минские соглашения, Украина все в одностороннем порядке, а Россия ничего, мы это уже проходили. Так не будет. Мы уже вот тут без вас успели проговорить мысли, что когда Минские соглашения заключались, главный сценарий заключался не в том, как их выполнить, а в том, кто будет виноват, что их не выполнили. Самое главное было, кто не спрятался, я не виноват, чтобы Украина была не виновата. Про дипломатическую сторону. А у меня вопрос к Татьяне, вот как к юристу. Возможно ли это, вот этот ужас, у нас тема ужаса и реальность, я хотела назвать «вталкивание Донбасса», но Алексей Панич мне это запретил, потому что он хочет все-таки возвращение блудного Донбасса сказать. Я тоже не согласна за вталкивание, потому что вталкивать можно только что-то чужое народное, но Донбасс это Украина в любом случае, это территория Украины, поэтому втолкнуть уже свое невозможно. Единственное, что да, Донбасс немножечко заблудился на сегодняшний день, в принципе, как и Крым. Вот это заблудившиеся территории, которые у нас пытаются, знаете, как увезти. Такую вот гулящую жену у нас уводят, вот так вот, скажем. Вот где-то, если на семейном уровне, это вот где-то... Члены семьи. Да, да, вот Танюшечка, вопрос, как юристу в том числе, и как патриот Украины, и жителю Донбасса. А вот как ты считаешь, возможно ли это в случае реализации Минских соглашений в том или ином виде, я не знаю в каком, что политическое крыло боевиков станет депутатами местного совета, а силовое крыло боевиков местными милиционерами? Это не то, что возможно, это предусматривает под собой, в принципе, закон об особенностях местного самоуправления. И предусматривает создание муниципальной милиции, которая будет подчинена местному или поселковому голове, то есть мэру. А также МВД Украины? Нет. Ну как нет? Муниципальная нет, в том-то и дело, что муниципальная будет по законам Украины действовать в рамках, но подчиняться она будет муниципальной власти. А также будет подчиняться прокуратуре, которая надзирает за соблюдением законности и так далее. Прокуратура там тоже интересный вариант, там не такой набор идет в прокуратуру, назначение идет с согласованием опять-таки с местными органами самоуправления. Нет, там слово согласование, там есть при участии. Тем более при участии местных органов согласования. Вы, как юрист, прекрасно знаете, что при участии согласования это очень разные вещи. При участии. Судьи избираются при участии местных органов. Что понимают под этим при участии? Это карт-бланш. Как парламент пропишет. Вот вам пример. Парламент уже прописывает все, что угодно. В этом законе вообще, в принципе, он изначально невыполним и он невозможен, этот закон сам по себе. Об особенностях местного самоуправления? Почему я категорически против 18 пункта в Конституции? Потому что каждый последующий парламент будет под себя писать закон об особенностях местного самоуправления. Нет, не каждый раз будут такие пожарные обстоятельства. Не при каждом следующем парламенте на нас будет нападать Россия. Следующий Янукович придет? Не придет. Следующий Янукович не придет. Знаете, с тем, как... Страна изменилась. Я не знаю, кто придет, но не следующий Янукович. Давайте мы будем говорить о том, кто может прийти, кто не может прийти после местного референдума, после местных выборов, после того, как мы посмотрим, допустим, как тот же ОПО-блок, как он пройдет в местные органы. Может пройти. На подконтрольной Украине. Но президент Украины, типа Януковича, это прививка. Не будет. Ну, если брать президента с судимостями, то да, а дальше... И президента, исповедующего, важнее этот политический стиль. Не уверен. Неприемлемый для Украины, отторгаемый. У нас иммунитет очень мощный от этого политического стиля. Понимаете, у нас иммунитет был бы мощный. У нас иммунитет был в 2004 году, должен был быть выработан. Но, да, прививку нам не сделали. И точно так же сейчас, после Януковича пришла другая, вроде бы, как команда, другая группа. Но они проповедуют... Так это сказочная разница по сравнению с тем, что пришло при Ющенко. Они ведут себя таким образом, что вызывают отторжение к своим политическим силам. Кто? Ересько? Абрамовичус? Ведут себя? А я не вижу результатов работы Ересько и Ересько. А я вижу. Я не увидела. Я вижу капитальные результаты. Я не вижу. Я не вижу работы... Вся команда Минэкономики, это фантастика. Давайте, это уже мы в другую сторону ушли. Давайте не будем давать оценку. Я вижу по законодательной базе, я вижу по правам человека, по соблюдению прав человека в Украине на сегодняшний день. Нет, это у нас есть министерство профильное. У нас есть МВД, которое первое правонарушительный орган в Украине. Давайте не будем немножко отвлекаться от темы. Вопрос к Татьяне и к Алексею. Все-таки какие ужасы есть? Или страхи, или опасности реализации Минских соглашений? Реализация Минских соглашений... Ну, есть, я вижу две опасности. Какие реальные? Я вижу две опасности. Первая опасность, это доказывает, что нужно брать оружие в руки и отстаивать особенные статусы для своего региона. В других регионах. В других регионах, да. То есть, Донбасс взял оружие, и у них особый статус, они будут получать дотации. Вы забыли уточнить, у кого он взял оружие? У России. А те же вежать, а для этого Россия не даст? Оружие сейчас в Украине и так достаточно. И мне вам рассказывать... Представляете, чтобы Россия завезла в другой регион Украины столько оружия, сколько на Донбасс? Легко. Говоря о том, что его полно, они уже полно. Ему достаточно финансирования. Могла бы год назад бы завезла. Ну что вы. Нигде же больше не купились зацепочные данные. Правильно, они не купились люди. Но сейчас людям, наше же государство показывает, что только тот, кто взял оружие в руки, тот получает себе какие-то конфетки. А остальные конфетки не получат. Остальные должны будут кормить и платить дань Донбассу. Дань Донбассу откуда? Это первое. Это откуда вы взяли? Почитайте законы в особенностях местного самоправления. И защищенная статья бюджета каждый год мы должны будем на восстановление. Имеется в виду финансирование этого восстановления. Защищенная статья. Там не написано, что он не предусматривает. Да, защищенная статья. Сколько будет в этой статье? Почему там будет дань? Почему вы считаете, что в этой статье будет больше, чем Донбасс дает? Почему вы считаете, что это будет больше, чем нам западные партнеры дадут на восстановление Донбасса? Откуда вот такая вот сразу паника? А потому что другим регионам вообще ничего не предусмотрено. Защищенных статьей? Не, конечно, никаких. Да, не будет. Только у Донбасса. А у нас больной, разрушенный регион, нам его надо восстанавливать. А вот восстанавливать надо восстанавливать, конечно, нужно было бы за счет как раз агрессора, а не за счет украинственной остальной. Ну, это к международным судам работа идет, как вы знаете. Не знаю, я не видела работы, результатов. И наоборот, насколько я знаю, от генпрокуратуры поступала информация о том, что они все подготовили, но оно так и не подписано по сей день. То есть большинство исков в суд... Не ЮС-3 иска не подал? Нет? Они по Крыму подали. Международные судьи по Крыму подали. А по Донбассу ни одного. А по Донбассу идет сбор информации. Нет, они уже давно подали, подготовили иски и по Крыму в том числе. Но они не подписаны на уровне то ли администрации президента, а если не ошибаюсь, они не были подписаны на твитки. Давайте подумаем о причине, потому что вряд ли это просто потому, что кому-то лень. Начнем с этого. На таком уровне такие вопросы не забываются. Причем все-таки с ужасами. И второй ужас, опять-таки, это безнаказанность. То есть мы сейчас... Безнаказанность порождает безнаказанность. Да, то есть мы сейчас даем возможность людям, разгуливающим с оружием, которые вот... Жаль, что Николая Якубовича нету. Он бы очень много интересного рассказал по поводу того, как ведут себя эти люди, которых мы должны будем простить. Извините, всех простить? Нет, далеко не всех, но многих. Нет, не всех, но многих. Скажем так, я могу сказать так, что с учетом нашей правоохранительной системы, зная эту работу, поверьте, лучше вас, лучше, чем многие другие, с учетом сбора доказательств, ответственность реально понесут единицы. С доказательной базой тяжелой. Которые, какие-то может быть, Моторола, ну такие вот люди, которые... Кто засветился. А те люди, которые как раз издевались над такими, как Якубович, а он не один такой. Да. И Таня знает массу людей, я знаю массу людей, поверьте. У меня на 28 мая было 500 кейсов пропавших людей. 20 мая 2014 года. Да, кто-то избежит. И все эти 500 кейсов были по мирным людям, пропавшим в Донецке или во всю... В Донецкой области. Я вам скажу точно так же, как избегал... Не кто-то, а большинство избежит ответственности. Да, точно так же, как избегут ответственности. Многие из боевиков, которые убивали людей и в мирное время, и в 90-е годы, и расстреливали, и трупы в шахты сбрасывали. Понимаете, тогда... Давайте так, давайте мы не будем в 90-е мешать с нынешней ситуацией. Объясняю, почему. В 90-е годы, да, пропадали случайно обычные граждане. В основном шли разборки криминалитета между криминалитетом. То есть они убивали друг друга, пауки в банке. Цеховики, так называемые. Цеховики, еще кто-то. Они дрались, они грызлись определенная куча. Сейчас идут убийства, изнасилования, издевательства абсолютно без разницы кого. То есть под эту гребенку, под эту косу попадает абсолютно любой, может быть, жертвой. Да. Вот в этом разница. Вот этот уровень будет, конечно, преследование повыше, чем в 90-е годы в Донбассе, я надеюсь, хоть немного. Но все, я подчеркиваю, в любой и в мирной ситуации, все не попадают в эту сеть. И еще одна... Дай бог, чтобы самые крупные попали. Опасность. Опасность. Тогда, вот смотрите, сегодня состоялся лезть в суды, там, еще там, над группой лиц, которых были задержаны 31 августа. Вот, кстати, отличный вопрос, Алексей Панчелев. Алексей Панчелев сказал, что это большая победа Украины. Я бы хотела, чтобы вы это обсудили. Чтобы вы это обсудили. Об изменении Конституции 3 сферы августа, это огромная победа Украины. Да. Ну, я считаю, что никакой... Я вообще не вижу поводов праздновать победу не по поводу самой децентрализации. Она сырая. Это признали все, что она сырая. Да. Понимаете? А мы в Конституции 5... У нас сырая Конституция. Мы в сырую Конституцию суем сырые поправки. Мы ее когда-нибудь до ума доведем сырыми повечными поправками. Мы можем сделать что-то... На другой планете в следующей жизни. Давайте исходить из реальности. Вы знаете, у нашей Украины... У нас есть лучший вариант. У нашей Украины... Вы знаете, над лучшим... Пропишите альтернативный сценарий, который дал бы лучший результат. Вообще-то у нас 450 депутатов, у каждого из них много помощников. У нас есть администрация президента, у нас есть Кабмин, который мы всем платим, у нас есть Конституционный Верховный суд и высшие специализированные. Скажите, пожалуйста, они полтора года могли прописать что-то? Или мы платим деньги просто так, за то, что они просиживают штаны? Эти деньги платим мы, понимаете? И у меня вопрос к ним. Это беспредметный разум. Подождите, это не беспредметный. Вы сейчас в эфире, вы мне говорите о том, что я должна заплатить налоги. Если у вас нет лучшего варианта, тогда почему вас возмущает тот вариант, который прошел 31 августа? Да потому что я плачу деньги, чтобы был лучший вариант. Я за это плачу деньги. Вы уверены, что лучше мог быть в духе Минских соглашений, всех прессингов, которые на Украину давят изнутри и снаружи, что вот если бы 31 августа не были проголосованы первым чтением эти поправки, было бы лучше? Знаете, у нас Конституция, это такой вот, вот мы всегда выбираем что-то из говна. Какое говно менее вонючее или более подсохшее, я не понимаю как. Почему мы не выбираем из конфет лучшее? Потому что мы в этой жизни, а не в следующей. Потому что мы на Земле, а не на Марсе. Вот мы должны в этой жизни научиться требовать для себя лучшего. Пока что просто мы сами не требуем. Граждане имеется в виду. Граждане. Давление на странах. Так требовать, пожалуйста, но говорить вот просто, это все плохо, давайте радикально понимаем, не знаю на что. Я не сказала, что это все плохо, я сказала, что это сырой вариант. И этого не стоило. У вас есть более жареный? Они должны были сделать, не я, а они. Откуда вы знаете, что это было возможно? Друзья, это отклонение. Так зачем тогда мы платим деньги? Давайте разгоним вообще это все. Это разорно. Ну это беспредметно. Алексей, почему? Если они не могут сделать лучшего, вот если это все, на что они способны, разогнать вообще. Разогнать, уволить. А, о, это уже теплее. Значит, если они не могут сделать лучше, давайте разгоним этот парламент. Не парламент даже делал. Эту администрацию президента, этот конституционный суд. Кто на их место? У вас есть лучшие кандидаты? Пожалуйста. Есть. Всегда есть. Пожалуйста, вперед. Очень много людей более достойных. Покажите мне партию, покажите мне этих людей, почему я их. Подождите, в конституционном суде вообще не имеет права идти никакая партия? В конституционном суде вообще не может работать. Тогда, пожалуйста, дайте реалистичный механизм. Как вы хотите, чтобы матрос-железняк пришел и разогнал конституционный суд? Или у вас есть правовой механизм? Вы же юрист. Дайте мне правовой механизм, как сделать лучше к вашему возмущению, чтобы оно не было чисто деструктивным. Дайте дорожку шагов на плюс. Подождите. Хоть какую-то. Возмущаться все легко могут. Это дешево. Это и я могу. Но сейчас вот самое интересное, что я в очередной раз слышу обвинения в адрес меня, как представителя украинского народа, что мы недовольны украинской власти и мы недовольны чиновниками, которые не хотят работать. Господь с вами. Я призываю к конструктивной критике. Вы правильно недовольны, а что лучше? Правильно. Мы говорим, это не так. У вас есть лучшая альтернатива? Они должны дать нам эту альтернативу. У нас сейчас нет альтернативы, потому что у нас, у власти, значит, либо дилетанты, либо лентяги. Другими словами, ваша позиция такова. Я не знаю, как правильно, но так неправильно. Это деструктив на уровне двоечника студента. Другой лучший вопрос. Так не критикуют власти правительства. Если я правильно поняла то, что выше звучало, и без Танюши в том числе, Украина вынуждена выполнять все минские соглашения. Не все. Не в полном объеме. Выполнять со своей страны ни разу не нарушивая, не дав агрессору возможность этим воспользоваться. Не дав агрессору возможность убедить нас в том, что мы инициировали невыполнение минских соглашений. И выполнять мы обязаны, потому что мы зависимы, экономически зависимы, не самостоятельны. И правильно ли я поняла, что независимость это пока не то, что мы заслужили? Извините. Независимость, как ее представляли в 17 веке, когда формировалась Вестфальская система, она уже ушла в прошлое не только в Украине, но и во всем мире. То есть та абсолютная независимость, о которой писали теоретики украинского национализма в начале 20 века, она просто нереализуема в сегодняшнем мире. Она уже тогда была нереализуема в начале 20 века. Нужно колебаться между зависимостью от Европы и зависимостью от Путина? Не зависимостью, а взаимозависимостью. Понимаете, Европа это более цивилизованные правила взаимозависимости, нежели Евразийский союз или что там собирается строить Путин. То есть мир строится на взаимозависимостях. Весь. Более слабые больше зависят от более сильных, чем наоборот. Но все равно есть взаимозависимость. Великолепные примеры Евросоюз и НАТО, когда даже мелкие страны имеют очень серьезный голос, без которых решения не принимаются. Это взаимозависимость. То есть мы не можем не зависеть вообще ни от кого. Мы хотим войти в такую компанию, где нас в рамках этой культуры взаимозависимости будут максимально уважать и максимально к нам прислушиваться. В Европе будут прислушиваться больше, чем в Москве. Поэтому нам туда. С ними можно договариваться, там будут с уважением больше относиться к нашим интересам. Абсолютная независимость, это вам нужно на другую планету. Я согласна. А теперь другой вопрос. Как вы видите, вы сказали, не полная реализация Минских соглашений, но реализация в каком-то виде и решение донбасской проблемы. Как вы ее видите? Вот боевики, вы отрицаете, что они станут местными полицменами, они убегут. Я сказал, что из Ленинских соглашений и из поправок в Конституцию, это автоматически не следует. Это как читать. То есть из всего, что там написано от буквы до буквы, автоматически не следует, что Моторола легализуется и сможет выбираться в местный совет. Может быть так, может быть нет. Ну, скорее милиционерам станет. Я вам скажу, кто от кого это зависит. Это зависит от украинского парламента, который должен детально прописывать все эти процедуры. Он пока этого не сделал. Но прежде чем, возвращаясь к тому, что мы уже сказали, прежде чем кричать «зрада, зрада», давайте дождемся хоть какого-то документа, почитаем и тогда уже будем компетентно критиковать. Вот то, что внесет парламент, там будет конкретно Мотороле лазейка баллотироваться или ему нет? А кому – да. Вот тогда будет о чем говорить. Минское соглашение не резиновое, это общие слова. Я не знаю, насколько достоверная информация, но недавно на сайте интернет-ресурса появилось интервью с Магирой о том, что в Центр-Изберкоме зарегистрирована партия, руководителем которой является Пшлин. Ах ты, боже мой, да, она давно зарегистрирована. И они ее не могли не зарегистрировать. Было давным-давно сделано. Вопрос, почему не сняли с регистрации, но это вопрос второстепенный. И когда на сайте ЦВК появилась информация, повторю, что появился список партий, которые изъявили желание участвовать в местных выборах, многие СМИ моментально разогнали, что партия будет принимать участие в выборах согласно закону Украины. Хорошо, тогда давайте по-другому поставим вопрос. Не автоматом. Вы не сказали, это в СМИ. Разве это невозможно? Вот что им помешает? Ничего. Пургину, Пушилину и другим, чьи фамилии мы не знаем. Что помешает? Что помешает им партию? На сегодняшний день я скажу, что мешает. Мешает то, что Украина в сегодняшней ситуации совершенно официально не признает эти выборы. И нас в этом поддерживают все наши запахные партнеры. Нет, они могут на сайте ЦВК зарегистрированы. То есть они могут в Артемовском, в Камоторском районе, они могут в Днепропетровской области принимать участие. Они всеукраинская партия. Ну вот там, давайте дождемся конкретно, что за люди, что за партия, с какой программой, что они нарушили, не нарушили, какие люди от этой партии идут, не идут. Потому что юридическое лицо, это юридическое лицо, у него своя ответственность, у Пушилина своя ответственность, как у физического лица и должностного лица. Ну, насколько я понимаю, что вряд ли у Пушилина будет какая-то ответственность. На сегодняшний день, судя из тех депутатских запросов и ответов, которые мы видим время от времени в интернете, то пока кто-то громко не начинает кричать, стукать и топать ножками. Последние буквально минуты, друзья, к нам присоединяется еще один участник дискуссии Николай Якубович. Спасибо, что вы пришли. Я правильно сказала, что бывший сотник Майдана? Да. Бывший сотник Майдана нет. А, они уже вечный сотник Майдана. Это как президент. Восемь офицерская сотня. И вопреки мнению многих людей в Украине, что Донбасса не было на Майдане, человек из Макеевки. Там палатка стояла в двух шагах от Лебеди, Донбасса. Я такое слышала, что в той палатке было три калеки, и кого там только не было. Да господь с вами, можно подумать, я в этих палатках не был три калеки. Нет, это действительно распространенное явление, что мы тут, ну киевляне говорят, они обычно приватизируют Майданку. Потому что мы не позволили сепаратизму быть. Задушили. У меня есть донецкие друзья, которые с тайного благословения их начальства ездили на Майдан вахтовым методом всю зиму. Да, у нас тоже есть такие друзья в огромном количестве. Можно нам не рассказывать, потому что мы сами майдановцы. Давайте дадим слово Николаю Якубовичу. Николай, добрый день еще раз. Наша тема реализация Минских соглашений. Вот собственно вталкивание, я называю вталкивание, Алексей называет возвращение блудного Донбасса. Ну то есть Донбасс оккупированный возвращается в Украину. Что будет с боевиками, что будет с теми людьми, которые сотворили собственно войну? Как вы думаете, есть ли опасности в реализации Минских соглашений, на ваш взгляд? В реализации Минских соглашений в том виде, в каком они предлагаются, естественно есть опасность. То, что эта зараза будет перекидываться на другие области. Если начнут пытаться легализовать, там господин Захарченко уже там партию организовывает под выборы, в которую массово, да, уже несколько месяцев туда массово в принудительном порядке записывают всех бюджетников, шахтеров, все как положено. Создается имитация такой массовости, все одобряются. Это партия в Украине зарегистрирована или она не зарегистрирована? Нет, она не зарегистрирована. Еще один человек, Беркут из Макеевки, кстати, Сиваконенко или как-то так тоже. Сиваконенко, Юрий, он тоже свою партию организовывает. У Сиваконенко, по крайней мере, есть какие-то взгляды человека адекватного. То есть он пытается отставить какое-то мнение, какие-то позиции. То есть он все-таки офицер МВД и в прошлом человек образованный. У него есть какие-то свои позиции, может быть, в которых есть какое-то подобие какого-то рационального зерна. Как он это видит, как он видит Донбасс. А что касается Захарченко, мы понимаем, что менеджер Гаврил Евских-Курчат. Это же действительно... А создаются эти партии вот как раз для участия на местных выборах? Они создаются конкретно для местных выборов. Опять же, срок переносится раньше, чем выборы всеобщие местные по Украине. Потому что они запланировали вроде бы на 18 октября. То есть это в принципе по туде те же самые, что вот эти веселые референдумы, которые мы с вами своими глазами лицезрели и на которых нам головы могли еще тогда подбивать. Слава Богу, что живы до сих пор. Я хочу сказать, что что касается даже самих Минских угод, Минские угоды это рекомендательный документ. Он не является чем-то таким, что обязательно оно срастется и выполнится. Алексей назвал их резиновыми. Да, есть там позиции отвод там вооружения и прочее, прочее. Отвод вооружений куда? Во-вторых, откуда там взялись эти вооружения в Луганской, Донецкой области? Как позиционируется, что шахтеры там и трактористы из Бурятии, они отобрали у украинцев эту технику. У нас не было там воинских частей. И техники, соответственно, такого плана, какая есть, не было. Та же Артемовская база, там все бронемашины, которые стояли на длительном хранении, они не могут заэксплуатироваться, восстанавливать нужно. Вот, то есть, отвод вооружений и прочее, прочее. Здесь позиция, я считаю, должна быть четкая и ясная. Вывод этих всех вооружений, чтобы они исчезли. А куда? Как они исчезли? Вы повторяете, что сказал президент три дня назад. Владимир Владимирович Путин, как он сюда привез, так пускай и вытаскивает. Правильно. Это позиция. Это позиция, это четкая позиция. То есть, потому что в противном случае, в любом раскладе, если возвращаются эти территории в состав Украины, пусть там какие-то местные князьки, там уже, кстати, баннеры с партией регионов, они висят в Донецке официально. В интернете уже проскочило, ребята сфотографировали, прислали, что баннер партии регионов, она там никем не запрещена, она там живет и здравствует. Общественные приемные Саши Януковича собирались открывать. Ноги растут и уши именно от всех, как бы, верхушки партии регионов, которые считают Донбасс своей водчиной, которые считают себя феодалами, князьками. Что касается вот этих вооружений, однозначно позиция, что эти вооружения, они должны пропасть. В противном случае они должны быть, ну, переданы украинским военным. Люди, которые незаконно находятся на территории Украины, которые не являются гражданами Украины и участвовали в незаконных вооруженных формированиях, должны быть арестованы. По каждому должно пройти следствие. Потом принято решение, там, он получает срок или его там экстрадируют в Россию или каким-то образом, ну, в страну. Николай, ну вопрос. Будут ли местные выборы до того, как разоружится и уйдет куда-то Анна? Они их всеми силами пытаются провести до того, чтобы себя каким-то образом легитимировать и прочее. Так уже сказали наши западные партнеры, что сперва выборы, сперва выборы, а потом разоружение. Нет, нет, нет. Никто такого не сказал. Потому что обеспечение согласно законам действующих Украины должно быть проведение выборов. Это не будет соблюдено. Это первая позиция. Так одно исключает другое. Ну так не будут признаны эти выборы и все. Они не могут быть признаны ни каким образом. Мы их толкаем сейчас на нарушение Минских соглашений. Слава Богу, что не наша сторона нарушает, а они нарушают. Они нарушают. Мы их к этому вынудили. Голосованием 31 августа вынудили. Но согласно информации «Зеркало недели», все-таки я повторюсь, обсуждается именно, что сначала местные выборы в Донбассе оккупированном и только потом разоружение. Хотя одно без другого как бы невозможно. Невозможно без разоружения провести выборы. Хотя бы потому, что не будет достаточного контроля наблюдателей, обеспечения и всего остального. Не будет свободы выборов. Под оружием, под автоматом. Но я была на референдуме, я вам честно говорю, что я этого не скрываю. Я была с правозащитниками, с группой на референдуме, потому что я была единственная с Донецкой пропиской. И мы как бы на мне ставили эксперимент. Я действительно запись проводила скрытой камерой, то, как это проводилось. Я вам хочу сказать, что волеизъявление было очень свободно, особенно когда ты стоишь, а у тебя за спиной человек с топором. Это уже, понимаете, но это с топором. А теперь с автоматом. Но это вообще свободнейшее волеизъявление. Это же вообще полное. Слава Богу, это же все понимают. Не только читатели Зеркала недели. Это же, слава Богу, и что лица понимают. Не было возможности высказаться о Николая. Николай, скажите, пожалуйста, все-таки победа или проигрыш Минские соглашения? Чем чревато это вталкивание или возвращение Донбасса в Украину? Я хочу сказать, что в Минских соглашениях есть рациональное зерно. Потому что наш президент Петр Алексеевич, он имеет большой опыт в дипломатии. Когда он был у нас руководителем МИДа, он великолепный дипломат. Но здесь, здесь, да, они дают плюсы. И не столько наших людей гибнет. Какие-то подобия, если, например, сейчас уже в данный момент в Матеевке, в Донецке гуляет, что все мир. Мир. Сейчас вот вчера был буквально звонок из Матеевки. Там не видно людей вооруженных на бронетехнике, там прочее-прочее, затишье. Только местная полиция, так званая, вот, где и нигде появляется. То есть, да, есть подобие порядка. Люди начинают успокаиваться. У людей начинает, ну, как бы, гуляет такой мир. Какой будет мир? Ну, обычным людям, обывателям, им уже все равно, какой будет мир. Потому что при тех ценах, которые, при недостатке лекарств, при отсутствии полной работы, при отсутствии полной перспективы, естественно, слово мир для всех звучит, как бы, таким, отрадой, такое все. Можно я одну фразу скажу? Лучше плохой мир, чем хорошая боль. Да, это мы все знаем. Есть одно но, но оставлять эту язву, оставлять эту язву никоим образом нельзя. Поэтому, дай бог, если получится дипломатическим путем довести до того, что не знаю, каким образом организованно, неорганизованно их выведут. Но дело в том, что со стороны Российской Федерации сейчас активно выстраивается... Заград отряд. Да. И конкретно подержкордон Украины, вот по границе Луганской и Донецкой области, это факт подтвержденный, что пограничники российские ставят забор, ставят сеточку, роют котлован. То есть отсекают границу. Иными словами, террористов они назад из Донецка и Луганска не ждут. Ну, не хотят они их. Они им уже не нужны. Это отработанный материал. Я об этом говорил товарищам, которые меня прихватили 2 мая прошлого года, когда я оказался в плену. И когда там россиян не так много было. Было там чечены были, там осетинам чуть-чуть было там. Ну, такая катавасия была. Какие-то казачки непонятные. Было там несколько человек. Видно, что это кадровые российские военные. Но основная масса были из Донецкой области, ребята. И я им тогда еще открыто в глаза и говорил, за что меня дружно хотели передать, как военного преступника в ФСБ России. Расстреливали там меня. Ну, все это было. Но я их предупредил. Ребята, вы биомасса. Они, вот Путин, вот Россия. Я говорю, ребята, вы там не нужны. Просто вы там не нужны. Николай, так куда денутся эти ребята с реализацией Минских соглашений? Ну, хоть в каком-то виде. Если в каком-то виде, я объясняю, что в любом случае наше законодательство довольно гуманное, почему так, к преступникам, но не к патриотам. Это мы видим и испытываем на своей шкуре. Но в любом случае, согласно законодательству, люди должны быть, если они там местные, участвовали, по крайней мере, кто там не задержан, то подписка о невыезде, проводится следствие, проводится проверка. Предлагается, что там же не амнистия. Вот я вас прошу не путать. В том-то и дело, если амнистия, я вам рассказываю, правовые последствия амнистии. Амнистия – это, по большому счету, судимость с освобождением от наказания виновного лица. И признанием виновного лица. Тот закон, который под Минские соглашения прописан, он называется «Пронедопущение переследования». То есть, людей даже не грозит. Им не то, что им педозра не грозит. Стоп, 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 стоп. А тут есть очень интересный момент. Про недопущение переследования людей, которые брали участь в каких-то подиях в Донецке и Луганской областях. Причем, не сказано, в каких событиях принимали участие до Минска, до Минска-1, до Минска-2. Не сказано вообще. Там формулировка такая резиновая, что ее, опять же, Верховная Рада может трактовать как угодно. Там все идет с момента вступления в силу этого закона самого, то есть, с провозглашения его вступшим силу. То есть, то, что было до вступления в силу закона. Да, то есть, все преступления, которые вступили до. Значит, все, что с прошлой осени и до сегодняшнего дня, не подпадает. Он приостановлен на сегодняшний день. Почему? Потому что там условия, что в месячный срок с момента вступления должны будут сдать еще оружие. Да. Вот. И какие события? То есть, к этому нужно правовой документ, который будет описывать, какие события, речь. Штурм СБУ, например, это входит или не входит? Или что? В захват воинской части входит или не входит? Если там... Расстрел в 20 пленниках, это входит или не входит? Расстрел туда не входит сразу, говорю, потому что расстрел это уже идет особо тяжкое преступление, которое не подпадает под этот закон. Но, я же вам говорю, что за это преступление понесет ответственность один-два человека. Еще за другой один-два человека. А куда денутся другие? А вот те люди, которые с оружием ходили, отжимали, забирали, грабили. Куда они пойдут? Что вы с ними предлагаете сделать? Никуда. Что бы вы хотели с ними сделать? Ну, судить их не будут. Ваша добрая воля, вы бы что хотели с ними сделать? Всех расстрелять, всех посадить или как? Я теоретически вообще понимаю, что всех посадить и расстрелять у нас действительно не хватит зоны, чтобы всех посадить и расстрелять. Во-вторых, если мы встанем в упор, что мы все должны расстрелять или посадить, мы действительно никогда не закончим эту войну. Вопрос примирения должен ставиться вообще не так. Я считаю, что Минстедс должен работать как раз Минстедс по примирению. На сегодняшний день у нас идет разжигание этого конфликта. И еще, что нужно сделать с этими людьми? Вот мое железное убеждение, что для того, чтобы... Я вообще бы, ну, вплоть до того, что аннулировать все паспорта в Украине, проводить экзамены какие-то хотя бы. Я считаю, что людей этих надо ограничивать в гражданских правах. Я уже, Татьяна, не раз напереговала. У нас тема эта поднималась. Если будут прописаны критерии, из 450 депутатов кто-нибудь найдется, который внесет в вашей подаче такой закон. Ограничить гражданские права, ограничить людей. Например, вот у нас Прибалтика, она пошла правильным путем. Потому что в странах Балтии люди, да, и получила Евросоюз. Вот все-таки вопрос. В случае, значит, возникновения вот этого мира по Минским соглашениям в той или иной форме, мы уже пришли к согласию, что мы и форму вообще не представляем себе. Конечно. Да, все как-то оно расплывчатое и невозможно в полном мире. Ну, допустим, наступает этот мир. Мы пока не понимаем, куда делись политики, так называемые, из ДНР и ЛНР. Мы пока не понимаем, куда делись все боевики из ДНР и ЛНР. А Новороссия, вот эта бацилла Новороссии, она не будет возникать из-за этого в Харькове, в Запорожье, еще где-то? Чтобы она не возникала, прежде всего, нужно проводить действительно серьезную политику по возрождению национальной самоидентификации. Потому что я в Донбассе прожил только с 2005 года, я там не родился. Вот я выходец из Белоруссии. И когда я туда приехал... Настоящий донбассовец, значит. Да, не, ну, я на поселке, в Макеевке, на поселке, где я жил, там выходцы из Белоруссии, из России, и татары жили, и цыгане, и нормально, как-то между собой находили общий язык. Но, опять же, нужно уделять внимание вот этой именно идентификации. Но я сейчас говорю не о гуманитарной политике, а о том, что безнаказанность людей в Донецкой республике и пророссийские настроения, они же есть не только в Донбассе. Любом случае безнаказанность порождает вал преступлений. И пророссийские настроения, их же полно в Запорожье. И пророссийские настроения не преступление. Нет, я не говорю, что они преступления, я говорю о том, что присуществование этих настроений... Безнаказанность, российские настроения. Необходимо просто-напросто в законодательстве предусматривать более жесткие меры наказания и пресечения. Почему во многих государствах цивилизованных, европейских, за надругательство над национальными символами и прочее, там предусмотрены реальные сроки. И не у каждого появляется такое желание даже быть таким страдальцем во имя какой-то непонятной идеи. Совершенно верно. Сорвал флаг в государственном учреждении, это срок. И нужно коренное изменение. Хорошо, Николай, а уверенность, что Россия с реализацией этих соглашений уже оставит Украину в покое? Разве ей не интересно продолжать вот это вот все развивание? А мир оставит Россию в покое? Нет, нет, я скажу, Николай, вот как это делать? Очень интересно ей продолжать, потому что это политика, которая ведется еще с начала двухсотых годов, после двухтысячного года. Потому что если в девяностые годы, после обретения независимости, после развала Советского Союза, Россия как бы не до Украины особо была. Она была рядом, она как бы не представляла интереса. А особый накал страстей произошел после 2004 года. Но он еще начался раньше, чуть, конечно, еще в 2002 году, потому что мы еще во время Майдана общались и с российскими военными, с действующими российскими военными, которые четко нам дали расклад, что еще с 2002 года варианты прорабатывались с Генштабом Российской Федерации по тому моменту, чтобы разорвать Украину ручную. Ну вот, станет ли Донбасс уже возвращенный в состав Украины, станет ли он, или вернее, останется ли он оплотом и плацдармом России для продолжения своей подробной деятельности в той или иной форме? Если оставить это все на самотек, естественно, останется. Там нужно проводить глубокие коренные изменения, настолько все... Элиты менять. Менять, во-первых, элиты, но даже не менять элиты, а можно сказать, выращивать нормальное поколение. Поддерживать нужно нормальное, централизованно поддерживать свежие новые силы. Потому что элементарные вещи. Когда у нас пришел губернатор господин Тарута, я к Сергею Алексеевичу нашел только в приграничных районах, вот на посады райдержадминистрации 5 человек. У нас в Донецкой области 15-й. Да, но нормальных именно, где такие опасные участки. Это уже коренным образом поломало бы ситуацию. Если мы знаем, что все администрации, все главы райадминистрации ходили и собирали людей, на эти вещи подбивали. Поэтому коренное изменение очень сильное. Например, теперешний глава Луганской области, Георгий Тука, он очень правильно сказал. Уволить всех учителей из школ, из учебных заведений, которые были подстрекателями. Это тоже гуманитарная тема, она огромная. Она глубокая, но без нее не как. Это основа, на базе которой можно что-то строить. На базе гуманитарной основы. Нужны, я считаю, серьезные изменения в законодательстве. Нужно реальное проведение реформ. Потому что у нас, понятное дело, списывалось на войну и прочее. Как наш премьер сказал, нема кошки у нас на реформы. Но для реформ не треба кошки. Для реформ нужно желание и политическая война. Все-таки вталкивание или возвращение Донбасса, по вашему мнению, вопрос решен. Попытки вталкивания будут. Это однозначно. Так а все минские соглашения, разве не об этом? Нет, естественно. Минские соглашения, они, как бы сказать, подводят черту. Согласно, все моменты там балансируют на грани. То есть все вопросы решаются мирным путем. Все согласно европейского законодательства. Все согласно венецианской комиссии. Чтобы не было геноцида, давления и прочее. Но использовать эти позиции из минских угод для вталкивания и проталкивания своих идей, естественно, будут. Это естественный процесс. Это просто-напросто. Тут, в конце концов, если брать на уровне большой геополитики, даже вроде бы придраться к российскому правительству, нет чему. Потому что они отстаивают свою позицию. Свои интересы. А мы должны отстаивать свои интересы. Все. Если наши интересы идут в разрез и они угрожают безопасности и целостности государства, мы обязаны делать реальные четкие шаги. Мы обязаны, конечно. И будем надеяться, что так все и будет происходить. Спасибо большое, что приняли участие все-таки в дискуссии, которая была не такой жаркой, как мне бы хотелось. Но темы вечные. И мы будем к ним возвращаться. Спасибо всем, кто нас смотрел. Каждую среду в 3 часа, пожалуйста, смотрите нас в прямом эфире, а потом в записи. Всего доброго. Продолжение следует...